На выставке Vape Expo GetLow Mods произвели буквально фурор. Дело в том, что участники Cloud Contest, занявшие первые два места, выступали именно на V1. Чем же так хорош этот девайс? С подачей у GetLow всё отлично. Мехмод приходит в приятной деревянной коробке с наполнителем в виде стружки. Очень просто, но душевно и со вкусом. GetLow также кладут небольшой буклет, в котором производитель расписывает рекомендации по использованию и обслуживанию устройства. На выставке Невский Vape в интервью с нами создатель V1 поделился мнением, что народ больше ценит то, как работают механические моды, а не как они выглядят. Эта позиция прослеживается в дизайне мода. Он очень простой и не содержит никаких декоративных элементов, за исключением небольшой гравировки названия и серийного номера на кнопке. Вся фишка GetLow заключается в том, что в цепи присутствует всего лишь одна резьба, и то в коннекторе. Снизу располагается специальная гайка, но она не принимает непосредственного участия в цепи, а всего лишь удерживает кнопку. Замыкание происходит за счет того, что детали хорошо друг к другу подогнаны, и кнопка касается внутренней части девайса. Нам крайне приятно, что это мод российского производства, просто потому, что он привнес что-то свое и уникальное. То, что предложили GetLow Mods, мы не видели нигде, и это очень радует. Также производитель говорит о том, что если аккумулятор болтается при тряске из стороны в сторону, необходимо подвинуть магнит немного вбок, чтобы он уперся в небольшую ступеньку. На деле же это не всегда помогает, что, впрочем, мешает не сильно. Работу механизма обеспечивают три магнита. Два из них кладутся непосредственно в кнопку. Оставшийся магнит помещен в специальный изолятор, и его следует, по рекомендации производителя, устанавливать на контакт изолированной стороной кнопки. Следить за этим придется при каждой смене аккумулятора. GetLow не рекомендует обрабатывать внутренние соединения мода абразивными материалами. При этом чистить V1 придется довольно часто. Мод окисляется буквально за полдня. Немного компенсирует этот минус тот факт, что чистить его довольно просто, и занимает эта процедура минут 10. Но все эти недостатки перекрывают производительность. V1 действительно жарит как competition мод. Подробные результаты тестирования вы можете прочитать в текстовом обзоре. В итоге V1 получился неплохим устройством с отличной производительностью, что доказал Cloud Contest на VipeExpo. Это некий аналог автомобиля выходного дня. Да, он круто работает, но не очень удобная замена аккумулятора, зеленеющие руки и необходимость постоянно чистить немного огорчают. Однако, если вас это все не смущает, то берите однозначно. Мы благодарим GetLowMods за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok